Я бы, может и не стал бы снимать видео про финансовую пирамиду Финника. Ну и так, уже все понятно со всеми. Понятно, что люди вложились, потеряли деньги. Но для меня эта тема оказалась важной просто потому, что среди моих знакомых есть те, кто тоже вложился. И мне всегда казалось, ну как так, ну очевидно же, ну предлагают вам очень большую прибыль. Но ведь достаточно почитать информацию, посмотреть какие-то видео на ютубе, посмотреть какие-то критические разборы. То есть не обязательно в интернете искать сразу положительные отзывы. Всегда, если что-то изучаешь, лучше смотреть сперва негативные отзывы. Понятное дело, что многие люди позитивные отзывы вообще не пишут. Но на негативных отзывах, даже если они очень редкие, можно какую-то картину составить. Даже если там из ста человек по какому-то продукту 99 написали, что все хорошо, а один человек написал, что все не очень. И почему, то хорошо прислушаться и к его мнению. Потому что, когда у следующих ста человек все будет хорошо, вы можете оказаться тем самым, у которого все не очень. В общем, сегодня про моих знакомых, которые вложились, про то, сколько они потеряли, что это за пирамида Финника и что она всем наобещала. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Нужно сказать, что к счастью, никто из моих знакомых квартиры свои не закладывал, кредиты не брал, машины не продавал и самый максимальный вклад был 200 тысяч рублей. Я, собственно, даже не знал, что мой товарищ вложил такую круглую сумму. Я, в принципе, знал о его пристрастии вкладывать деньги во что-то, причем очень сомнительное. И тут мне в новостях попадается, что финансовая пирамида Финника накрылась медным тазом. По-моему, даже мем какой-то или новостная заметка, в общем, я ему пересылаю, репочу это, он такой, да, Финника закрылась, очень жаль, я туда вложил 200 штук. Я, по-моему, тогда что-то посмеялся, он говорит, ну ничего, обещали вернуть. Понятное дело, что, скорее всего, ничего ему никто не вернет. Но история с суммой в 200 тысяч, она, скорее, такая, поучительная. То есть человек потерял круглую сумму 200 тысяч, но она не похожа на те истории людей, которые рассказывают, как продали свои квартиры, продали машины, взяли кредиты, последние деньги отдали, у которых там семья из нескольких детей, а в итоге они остались ни с чем, да еще и с кучей долгов. Вот это вот по-настоящему страшные истории. И многие, как и я, наверное, сразу подумали, ну как же так, ну вот как вы попали в такую ситуацию, почему вы не смотрели, очевидно же все. На самом деле все не очень очевидно, все дело в том, что у одного моего товарища есть люди, которые тоже туда вложились, но успели забрать свои деньги, еще и получили с этого прибыль. И многие думают, что таких единиц, а все остальные вообще ничего не получили. На самом деле это не так, это бы тогда так не работало. То есть где-то в 2020 году, насколько я знаю, в декабре, Финника признали финансовые пирамиды. И пирамиды как работают? Большое количество людей вкладывается в них, в ней появляются деньги, эти деньги выплачивают кому-то, люди начинают реально получать какой-то доход. И скажем, вот у меня есть сосед Вася, сосед Вася приходит домой и говорит, вот у меня тут куча бабла, я заработал, вложил столько-то, получаю теперь там дивиденды, получаю там какой-то процент. И реально ему приходит процент. Я смотрю и думаю, ну Вася смог, Вася вложил, у Васи есть деньги. Вася мне рассказывает красивую сказку, которую напридумывали там вот эти вот все менеджеры. И я в нее начинаю верить, потому что я вижу деньги, у меня появляется какая-то зависть. И я начинаю думать, реально же работает. В результате критическую информацию я теперь вообще не воспринимаю, а доверие у меня увеличивается. А если кроме Вася появляется еще и Петя, у которого тоже получается, то тут вообще без вариантов. Чем больше у меня в окружении знакомых, которые говорят, что это все в порядке, это все хорошо, это все нормально, да еще и деньги с этого получают, тем с большей вероятностью я вложу туда деньги. Но как известно, первые еще, кто вложились, могут что-то заработать, а чем дальше, тем меньше вероятность. Чем дольше существует пирамида, тем с большей вероятностью там вы ничего не получите. На самом деле те, кто продает вам этот лохотрон, говорят наоборот. Наша компания существует уже два года, наша компания существует уже три года, но чем больше лет она существует, тем с большей вероятностью она вот-вот развалится. И понятное дело, что ни одна пирамида не скажет, что она пирамида. Финика тоже никогда так не говорил. Они-то себя позиционировали, конечно, немного по-другому. У них это была автоматическая система генерации прибыли. Ничего не напоминает? Мне напоминает сказку про Буратино, где кот Базилио и лиса Алиса закопали деньги, которые им доверчиво отдал Буратино. И сказали, что через некоторое время их станет больше. Здесь то же самое. Ты не смейся ты, миленький Буратино. Мы очень бедные. Мы идем туда, чтобы разбогатить. Понятное дело, что есть банковские вклады, понятное дело, что есть инвестиции. И это может реально работать, если вы в этом разбираетесь. Но банки, имеющие лицензию, имеющие официальную регистрацию, предлагают вам 3%, 6% годовых. По инвестициям там может быть 10-20%. Это все годовых. И то, скажем, какие-то 20% это при очень удачном стечении обстоятельств. И с очень высокими рисками. Почему я вспомнил про инвестиции? Потому что Финика тоже говорила, что вы вкладываете деньги, они этими деньгами тоже распоряжаются. То есть их трейдеры торгуют на московской бирже, на чикагской сырьевой бирже, на форексе, на битмекс 24, на криптовалютной бирже. И у них есть такие инструменты, которые позволяют им минимизировать риски. И в любом случае вы гарантированно будете получать доход где-то в 1%. Не годовых, это суточный доход. А вообще получать 5% обычное дело. Задача каждого кусочка из этих 20 долларов стремится к доходности 3-5% в день. По словам Доронина, трейдеры могли вмешиваться в любое из событий, которое приводит к потере денег на рискованных инструментах рынка и остановить дефолт. Самое смешное, что он говорил, что нужно проверять любую информацию, что многие люди хотят на вас поживиться. Поэтому нужно относиться критически ко всем словам. Ну прямо заботился о финансовом благосостоянии каждого. И наверное это сыграло ему на руку в последующем. Потому что когда его арестовали, когда Финика объявили финансовой пирамидой, когда уже очень-очень многим стало понятно, что это все большой-большой обман, то, тем не менее, многие вышли на защиту Финика и сказали, что нет, все работало, все хорошо. Я на страницах Forbes читал истории людей, которые защищали Финика. При этом статья на Forbes, конечно же, была разоблачающей. Так вот, истории людей, которые говорили, что во всем виновата вмешательство извне. Доронин все правильно делал, все было хорошо, все работало, всем выплачивали. Многие люди получали уже дивиденды, многие люди уже там вывели сумму большую, чем вложили. И в принципе с ними понятно, почему они защищали, то есть этих людей оболванили, но они хотя бы с этого выиграли. То есть им просто банально повезло. Они вложили крупную сумму денег, получили еще больше, им повезло. Они говорят, нет, все нормально, все работало. Они не могут поверить, что из-за того, что они получили прибыль, другая большая куча людей осталась ни с чем. Осталась с кредитами, кто-то и вовсе остался на улице. Они продолжают защищать. Может это, конечно, просто защитная реакция. И не скажешь же ты, я такой нехороший человек, из-за того, что я там получил свой миллион, где-то там в Тамбове многодетная семья осталась на улице. Мы будем просто полностью в наш расход, на наши кредиты гасить. Если это признать, то надо будет что-то делать, не знаю, помогать этой семье. Ну, либо жить в смысле, что ты не очень хороший человек. А так можно обвинить кого угодно. Государство обвинить, сказать, это они вмешались, все закрыли, а так бы работало. Или основатели этой пирамиды, сказать, что вот там Доронин был хороший, а все остальные его там подсидели, начали рвать каждый свой кусок, и из-за этого все распалось. Да кого угодно, короче, можно обвинять. Главное, не себя. Можно цинично также заявить, что каждый понимал риски, я вложился самый первый, поэтому получил прибыль, было понятно, что это пирамида, ну вот я успел, а все остальные не успели. Ну да, тебе просто повезло. Непонятны только истории людей, которые вложились, потеряли все деньги, и при этом все равно продолжают защищать эту систему. Говорят, что государство виноват, или кто-то там еще виноват, и все мысли у них начинаются с, а вот если бы его не задержали, то я бы получил деньги. А вот если бы там партнеры не начали мутить свои серые схемы, то я бы тоже заработал. В общем, человек прогорел, человек все потерял, но он говорит, нет, все нормально. Хотя тут тоже, наверное, понятно, никто не хочет признавать свои ошибки, а то все подумают, что я глупый. Возможно, человек уверял всех родственников, говорил им, да нет, вы еще посмотрите, как я за вами там на дорогой машине заеду, да нет, вы еще посмотрите, как я в Москве квартиру себе в центре куплю. Все над ним, может, смеялись, а он их убеждал, и теперь, когда они оказались правы, нужно что-то говорить, нужно как-то оправдываться. Не скажешь же, да, я был глупцом, тогда они, может, еще больше смеяться будут, ну, либо пожалеют, а жалость еще хуже. Поэтому проще сказать, виноват не я, виноваты не пирамиды, я во всем был прав, виноваты третьи силы, которые вмешались и все разрушили. Так намного проще, наверное. Там же, в принципе, договор, если с этой финикой почитать, очень много странных пунктов. Пункт про то, что это все игра, которая происходит на внутреннюю валюту компании, а у них там было заявлено несколько валют, они периодически менялись. Какая-то криптовалюта на основе Ethereum, какая-то внутренняя валюта, которую они сами придумали. Проблема только в том, что эти валюты нужно было покупать за реальные деньги, и курс ее еще менялся периодически. Регистрация компании. Суть в том, что она была зарегистрирована там непонятно где. Да и сами пункты договора, которые гласили, что компания не несет вообще никакой ответственности за ваши потери, убытки. Причем, если у настоящих брокеров подобные пункты договора тоже присутствуют, но они говорят о том, что компания не несет ответственности за убытки, которые вызваны событиями, независимыми от брокера, то тут просто компания не несет ответственности вообще ни за что. Там даже формулировка такая. Убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате каких-либо действий, оказываемых услуг. Вот так вот. То есть они оказывают вам услуги, у вас в результате этого убытки, они сделали какую-то фигню, вы потеряли все деньги, все, они не несут никакой ответственности. Вы поняли, что они делают какую-то фигню, но согласно тому же договору, клиент не может прекратить действие договора досрочно. То есть просто так забрать все деньги вы тоже не можете. Что вообще является противозаконным? В результате этот договор просто противоречит нормам российского законодательства. При этом финансовая пирамида это была непростая. Она, скажем так, не первая. До этого была МММ Мавроди, туда люди тоже несли вклады, потом люди тоже выходили на улицы с плакатами, руки про учет Мавроди. Это сегодня всем понятно, что это был один большой обман. Хотя, возможно, есть еще некоторые люди, которые считают, что там было все в порядке. Ну, таких, наверное, единицы. В случае с Финика таких много. Может быть, по прошествии времени ситуация изменится. Но Финика чем отличалась? Там было очень много всяких инвестиционных программ. Одна программа, вторая. Одной там доходность месячная 20%, где-то выплачивали по 1% в день, кто-то реально эти деньги получал. Кому-то обещали закрыть кредиты, там надо было внести какую-то сумму от покупки. Были программы, которые обещали помочь приобретению какой-то недвижимости, погашении каких-то кредитов, покупке автомобилей. И следующим продуктом появилось закрытие кредита. Следующим продуктом появилась покупка машины, квартиры. В общем, сделали все максимально так, чтобы каждый мог найти что-то для себя. Посмотрел и сказал, о, вот это мне выгодно, вот это мне подходит. А тут еще знакомые, которые получают деньги, которые получили прибыль, которые расхваливают компанию. И ты уже не веришь никаким блогерам, которые рассказывают о том, что это все фигня, и просто несешь им свои деньги. Поэтому настоятельно рекомендую, даже если все ваши знакомые говорят, что получили прибыль, даже все ваши знакомые говорят, что компания надежная. Пойдите сперва, посмотрите отзывы в интернете, негативные отзывы. Посмотрите разборы какие-нибудь от людей, которые в этом понимают. Скажем, в случае с Финника, выходил очень хороший разбор на канале Движнова, выходил разбор на канале Железная Ставка. Я ссылки на их каналы не буду прикреплять, потому что они мне деньги не платят, но просто вбейте в гугле Движнов Железная Ставка, он вам найдет, там найдете много информации и про Финника, и про другие финансовые пирамиды, но это на случай, если вы еще куда-то думаете вложиться. В общем, всегда стоит посмотреть критическую информацию и вкладывать только ту сумму, которую ты готов потерять. Не надо нести последнее. Особенно в случае с какими-то такими вот теневыми компаниями. Тут нужно понимать, что риск просто огромный. Это вам не банки какие-то, где вклады страхуются, где вам государство может вернуть какую-то часть денег. Нет, такого тут не будет. Вы можете просто потерять все деньги, которые вы туда вложили. Мне в принципе понятно, почему некоторые обычные люди, многодетные семьи, несли последние деньги. Потому что финансовое положение у них не на самом высоком уровне, потому что люди очень простые, люди очень доверчивые. Это на самом деле неплохо. Но у нас вдруг оказалось, что после развала Советского Союза финансовой грамотности населения не хватает. И нужно либо как-то повышать эту финансовую грамотность, либо как-то защитить людей от вот таких вот аферистов. Но я все-таки за то, чтобы повышать финансовую грамотность, потому что люди должны принимать ответственность за свою жизнь, за свои вклады, за свои решения. От всего, как говорится, не защитишь. А предупреждён значит защищён. Вот. Ну а у меня на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока.